всем добрый вечер я рада приветствовать вас сегодня в прямом эфире у нас сегодня тема летопись светской жизни ardeco тамара де олимпийская я хочу попросить вас поставить плюсы если меня хорошо видно слышно и мы будем начинать проверка связи добрый вечер здравствуйте очень приятно видеть знакомые лица или знакомые аватарки спасибо что пришли да я наверное буду начинать те кто к нам присоединяться посмотрит либо уже в записи позже либо с того момента как они подключатся к эфиру еще раз повторюсь что рада вас всех приветствовать сейчас ввиду того что мой телефон на системе android он не поддерживает презентацию экране поэтому я буду вынуждена перевернуть экран на монитор моего компьютера и потом в конце я к вам вернусь а сейчас хочу вам представить потрясающую женщину self-made woman как ее называли королева двадцатых баронесса с кисточкой прабабушка гламура грандива эпохи джаза и все это а тамаре де олимпийская и вы видите ее автопортрет с таким знаковым она стоит за работой знаково со знаковым портретом это портрет ее мужа но об этом чуть позже и здесь очень важная цитата я думаю что вам должно быть хорошо видно о том что она говорила моя цель никогда не копировать а создавать новый стиль и и сегодня мы как раз посмотрим что же за стиль был у тамары и поговорим с вами вот о чем прежде всего художник и его биографии неразрывно связаны поэтому конечно же мы рассмотрим и биографию художницы и ее творчество поговорим об аукционных продажах о сенсациях которые были в последние буквально несколько лет с картинами тамара олимпийская мы поговорим о знаменитых коллекциях которых находятся работы тамары де олимпийская а также о том как ее образы использовали в кино тамара де олимпийская потрясающая женщина которая всю свою жизнь переделывала свою биографию и она говорила о том что если есть какие-то факты которые ее не устраивали то она их легко может переписать и до сих пор неизвестно в каком году точно она родилась ставят либо 1895 либо 1898 годы она все время меняла сведения в своих дневниках своих биографиях и иногда даже фигурировал 1902 год а этот год был годом уже после рождения ее младшей сестры она родилась либо в варшаве либо в москве эти сведения тоже постоянно менялись в семье бориса гурвик горского он был еврейским адвокатом жил в москве и здесь вы видите на фотографии как раз ее отца бориса гурвика со старшим братом тамары и мальвины деклер сейчас немножечко попробую перестроить чтобы лучше было видно мальвина деклер была также польской еврейкой и и семья проживала и в москве и в варшаве и она была из достаточно богатой семьи поэтому тамара изначально уже в своем детстве как говорят была была вхожа в высший свет но к сожалению случилось так что через несколько лет после появления в семье троих детей как я уже сказала у тамара был старший брат и младшая сестра с ее отцом произошло опять же мы не знаем что по одним сведениям ее родители развелись по другим сведениям борис покончил жизнь самоубийством но тамара всю свою оставшуюся жизнь предпочитает о нем не вспоминать вообще то есть либо ребенок был настолько обижен на отца либо это настолько потрясло ее но она нигде практически не упоминает о том что у нее был отец ее мать впала в депрессию и воспитанием девочки занялась ее бабушка которая к тому времени проживала в москве на улице ильинка недалеко от кремля и как я уже говорила это были достаточно богатые польские евреи которые были банкирами и они баловали тамару они ее всячески опекали а бабушка и и вывозила в европу чтобы тамара наслаждалась искусством художников итальянского возрождения чтобы тамара смотрела архитектуру рима венеции то есть девочка уже самого детства была достаточно активно вовлечена в художественную культуру она занималась прекрасным музицированием и даже ей прочили карьеру музыкантши но однако тамара с самого раннего детства проявила тягу к рисованию и был такой интересный случай здесь мы видим одну из ее первых работ то есть девочки около 10 может быть 7 лет в зависимости от того когда она родилась она уже создавала такие интересные цветы и здесь мы видим ее в возрасте наверное 10-12 лет это уже такая подрастающая девушка она понимала что она интересна что она может как фигура эпатажная произвести большее впечатление и бабушка заказывает ее портрет у известного тогда в москве художника когда тамара увидела этот портрет она сказала что она бы сделала гораздо лучшим взялась за кисти краски начала писать портрет своей младшей сестры выматывала ее до невозможности сестра была недовольна тамара переделывала портреты несколько раз но она поняла что ей нравится заниматься живописью и это важный фактор в ее биографии который она всегда подчеркивала что она решила сделать лучше чем кто-то и у нее это прекрасно получилось здесь вы видите тамару возрасте это 1913 год ей около 15 лет это как считают один из таких первых гламурных снимков тамары да немножко затемнен но фотографии на самом деле не очень хорошего качества и тамара начинает выезжать в свет санкт-петербурга в санкт-петербурге жила родная сестра и ее матери стефания у которой также был богатый муж у она очень хорошо одевала тамару она ее одаривала драгоценностями и есть такой тоже эпизод в биографии тамары я кстати не сказала очень важно что родилась она не с именем тамара родилась она с именем марина то есть она даже имя себе переменила но это было уже немножко позже я говорю тамара поскольку мы знаем эту художницу уже с нареченным и именем поэтому имеем ввиду что пока она еще была марина и она выходила в свет в шикарных бальных платьях она полюбила мариинский театр она ходила в театр князей суповых то есть девочка была полностью погружена в светскую жизнь она не очень любила школу и она предпочитала обучению как раз и такие поездки с бабушкой за границу к тетушке в санкт-петербург и достаточно вот эти вот эти факторы они очень сильно повлияли на ее дальнейшую судьбу из такие заметки что однажды в санкт-петербурге проводился бал маскарад и тамара оделась пастушкой и чтобы привлечь к себе еще большее внимание она не просто надела костюм пастушки она еще взяла с собой двух гусей двух живых гусей которые следовали за ней как свита и вот как раз на этом балу на нее обращает внимание польский адвокат который в принципе был старше на 10 лет но сразу же влюбился в девушку и тогда было 16 лет ему 26 это был тадеуш лимпицкий он был знаменитым светском обществе холостяком и тамара решила что во что бы то ни стало она должна выйти за него замуж это более поздняя фотографии я к сожалению не нашла их более ранних снимков но здесь в принципе видно что они одеты по моде 20-х годов это была красивая пара тадеуш получил прекрасное приданное от тети и дяди тамара до олимпицко и тогда еще тамара не было никакой до олимпицко она взяла фамилию мужа она стала тамара олимпицки и здесь наступает такой важный перелом в истории они живут наслаждаются жизнью в москве санкт-петербурге иногда ездят в варшаву 1917 год тадеуша подозревают в шпионаже и чека то есть такой мужская тайная полиция арестовывает тадеуша тамара впадает в депрессию потому что она не понимает как ей быть она безумно любит своего мужа она не знает как жить без него и она достаточно красиво собой она понимает что мужчины обращают на нее внимание и вот однажды на нее обращать внимание на одном из светских мероприятий посол дании и он предлагает тамаре зная ее печальную историю он предлагает ей паспорт для тадеуша взамен на ночь проведенную с тамарой и тамара соглашается она получает документы в которых написано что тогда уж лимпийский гражданин дании они едут с ним изначально из москвы в данию и после того как они приехали в данию они понимают что они не знают языка они не понимают как им общаться с людьми в этой культуре они дальше переезжают в великобританию но это был достаточно короткий период и уже из великобритании они уезжают в париж и в париже они останутся до тысяч тамара останется до 1939 года и сейчас вам покажу еще несколько снимков этого периода тамара в париже перекрашивает волосы в белый цвет она начинается одеваться у знаменитых модельеров но на какие деньги они живут тамара в этот период начинает продавать все свои драгоценности которые были подарены ей как приданное которые дарили ей тетушка бабушка и эти деньги достаточно скоро заканчиваются тогда уж после всех событий и потрясений которые были у него в россии в москве начинает впадать в депрессию он не может из этой депрессии выйти начинает пить и тогда тамара понимает а у них уже в 1919 году рождается дочь кизетта или ее звали полное имя мария кристина но в семье ее назвали кизетта тамара подписывает после уже когда кизета подрастет портреты и и также кизетой то есть все девочку звали кизетой и тамара понимает что нужно что-то делать для того чтобы прокормить семью и как-то существовать она очень любила роскошь она любила вращаться в светских кругах а без деньжей ей совершенно не нравилось и еще в санкт-петербурге она посещала академию художеств и в принципе проявляла достаточно хорошие успехи и сестра тамара предлагает ей пойти в академию живописи к художникам сначала это был марис дэни затем андре лот это были знаменитые в париже художники как то сейчас я немножко пересну потом вернемся к этим слайдам основным ее учителем был андре лот это его фотография на фоне работ в мастерской я сейчас вам покажу те работы которые создавал андре лот чтобы вы поняли откуда у тамары такая появилась манера живописи впоследствии и андре лот достаточно много спорил с тамарой существовала даже легенда о том что у них был роман возможно тамара это придумала сама возможно так и было но он выделял ее среди среди своих учеников и прочил ей художественную карьеру то есть в творчестве андре лота сочетались кубистические манеры с авангардистскими течениями которые в то время бурно расцветали в россии в париже и тамара конечно же не могла не усвоить вот эту манеру живописи от своего учителя и сейчас вернусь нет это я позже вернусь прошу прощения и сейчас я вам покажу то как тамара начинает выставлять свои работы ранее в 1920-х годах а 1920-е годы это потрясающее время для европейской культуры для американской культуры именно за к именно в этот период заканчивается до начала двадцатых годов заканчивается первая мировая война и люди после такого опять же затяжного унылого долгого периода войны начинают понимать что вот он мир надо радоваться жизни надо жить сегодняшним днем надо если у тебя есть деньги тратить их сейчас потому что завтра они могут обесцениться или их могут забрать и и не даром этот период называют ревущие 20-е когда появляется джаз когда в колоссальными темпами растет производство когда кино обретает звук радио звучит повсеместно то есть это действительно был оживленный бурный период подъема в культуре европы и америки и в это время появляются достаточно много выходят из затишья из подполья богатых людей которые как я уже сказала понимают что надо жить сегодняшним днем и тамара со всей присущей ей страстью входит в высший свет французского общества она начинает заводить знакомства она становится вхожа во все светские рауты и получает себе заказчиков заказчиков баронов баронесс и она вращается в тех кругах которые способны платить и буквально спустя несколько лет уже у тамары очередь на то чтобы получить ее портрет на несколько лет вперед и барон и баронесс и люди высшего света даже готовы переплачивать друг другу и платить друг другу деньги за место в очереди портреты тамары в то время стоили 50 тысяч франков что на сегодняшний момент можно приравнять к 25 тысячам долларов она писала портреты достаточно быстро иногда даже за два-три дня и это позволяло ей конечно жить в роскоши купаться в шампанском в прямом смысле ее вечеринки в ее квартире становятся все более шумными и к сожалению вот эта шумная праздная жизнь она отвлекала ее от семьи дочь я практически не видела мать только во время написания портретов дочери они общались ее муж тадеуш все так же начинает впадать в депрессию еще больше он лежал фактически целыми днями на диване ничего не делая конечно и тамаре это не нравилось и тадеушу это не нравилось и здесь вы видите тоже при один из ранних и и натюрмортов тамара очень в скором времени начинает заводить связи любовные на стороне и говорить об этом открыто если про андрелот я сказала что еще это не подтверждено то вот уже в середине двадцатых годов тамара начинает в открытую заводить связи на стороне она причем заводила роман не только с мужчинами но с женщинами и она понимает что женщина в двадцатые годы получает право на самостоятельная то есть она не такая сэлф в сэлф мэйд вуман которая получила право делать со своей жизнью все что она хочет и она считать что чем больше о ней упоминаний чем больше она вызывает шока у ее заказчиков тем дороже будут ее картины и тем больше очереди будут стоять к ней чтобы получить портрет написанный такой потажной женщиной и она не прогадала действительно чем чем скажем так ипотажнее она себе вела и чем больше она себе позволяла тем становились дороже и ее заказы и их становилось все больше и больше то есть вся вы верхушка вся знать париже и не только парижик не приезжали из других городов европы мечтали иметь портрет кисти этой художницы и дальше в 1925 году она участвует в международной выставке и там ее замечает издательство в энди фэйр и она становится их иллюстратором то есть она получает крупный заказ на работу в этом журнале на иллюстрирование этого журнала и дальше мы еще к нему вернемся это опять же деньги это постоянная работа и здесь вот мы видим портрет марки и портреты маркизов баронов знаменитых поэтов поэтесс и все эти портреты написаны в такой кубистической манере но еще андро лот сказал что тамара де олимпицка пишет в манере кубистической но это мягкий кубизм и с тех пор за тамарой закрепился вот этот мягкий кубизм в стиле ее живописи она очень любила пабло пикассо и наверное все и обучение у андро лотта и картины пикассо которого она начала изучать и во франции и тот круг художников с которым она знакомилась во франции в 20-е годы конечно сильно повлияли на ее творчество но повторюсь она всегда говорила что она не копирует она создает новый стиль и здесь как раз портрет кизетты ее дочери 1927 года то есть девочки около восьми лет и именно за этот портрет она получает свою первую награду премию международной выставки изящных искусств бордо и и далее я сейчас тоже немножко перелесну вторая картина опять же она пишет кизетту но уже в 1929 году картина называется первое причастие за эту картину она получает бронзовую медаль на международной международной выставке в познании то есть художница начинает быть признана не только светским обществом но также и арт сообществом которое ее награждает который ее отмечает как выдающуюся художницу и и 1929 году ее брак с тадеушем лимпийским терпит крах сейчас тоже немножко перелесну но вернусь чуть позже это портрет двадцать восьмого года тамара пишет своего мужа это фактически такой прощальный подарок себе мужу брак который вначале был очень счастливым но закончился печально инициатором развода как-то неудивительно было не тамара от тадеуш он понял что он хочет жить дальше с тамара у него этого не получится и он уезжает варшаву там он встречает девушку в которую влюбляется и собирается на ней жениться но естественно ему надо развестись тамарой тамара а мы помним что она женщина упорная делает все ради того чтобы было по ее она три раза приезжала в варшаву для того чтобы помириться с тадеушем но к сожалению тадеуш был непреклонен к тому времени они много ругались и даже дочки зетта которая по уверениям тамары будет несчастной если будет расти без отца хотя фактически она росла и без матери матери никогда не было дома она всегда была занята работой своей любовью которых любовью с то есть у нее было очень много различных связей ей было не до ребенка и кизета конечно в своих воспоминаниях тоже впоследствии писала что ей было очень трудно без обоих родителей ну так вот тадеушем они разводятся в двадцать девятом году и в этом портрете отмечают его левую руку сейчас я обращу ваше внимание вот посмотрите она не дописана и многие специалисты считают что это специально было оставлено тамарой потому что на левой руке обычно люди носят обручальное кольцо в европе и как раз к двадцать девятому году уже они собирались развестись возможно тамара может быть не успела может быть специально такую оставила деталь что эта рука как будто все она уже не будет носить обручальное кольцо и эта рука для него мертва для нее прошу прощения мертва но тамара не теряет надежды вот кстати очень хорошая фотография где видно как тамара в своей мастерской пишет портрет тадеуша к ней приходит в один момент барон кюфнер здесь вы видите его портрет чуть более поздний и он просит написать портрет его любовницы танцовщины это австро-венгерский барон его предки были поставщиками имперского двора они поставляли пиво и мясо и нельзя сказать что это был титул такой многолетний он был получен всего за два поколения до барона но тем не менее факт оставался фактом он был бароном и он был великосветским человеком достаточно богатым у него было очень много земель и вот он пришел к тамаре узнав о ее славе и попросил написать портрет его любовницы танцовщицы на на де эрера и здесь многие исследователи усматривают некую иронию в том что тамара решила занять место этой танцовщицы ей очень понравился барон и когда она дописала портрет когда барон пришел за этим портретом она сказала ему что она может заменить на но де эрера то есть тамара была женщиной прямой она не стала дожидаться чего-то или какие-то строить козни она прямо сказала что она готова занять место танцовщицы и стать любовницей барона на что он ответил что он не может быть в двух связях одновременно и тамара ответила я подожду мне кажется вот этой фразой можно полностью сложить свои впечатления о женщине что если она чего-то захотела она непременно этого добьется и действительно спустя некоторое время барон кюфнер оставляет нану у них начинается роман барон сейчас опять же прошу прощения извините перелеснул барон покупает тамаре потрясающую квартиру в париже на улице мишен и тамара говорила я украсила париж не меньше чем его украшает эйфелева башня здесь мы видим фасад дома в котором покупается барон кюфнер апартаменты для тамары это внутренней фотографии в интерьер и и апартаментов прихожая сверху внизу стола внизу гостиная с картинами тамары это фотографии того же периода когда она там жила мы видим здесь мебель в стиле арт-деко это четкие линии использования хрома полированные поверхности тот стиль который тамара очень любила и как который как она говорила является олицетворением ее творчество и в этой квартире тамара прожила вплоть до отъезда из парижа в тридцать девятом году но перед этим еще было достаточно много событий в тридцать третьем году тамара и барон кюфнер поженились и зная что тамара обладает достаточно своенравным характером барон кюфнер разрешил ей продолжать заниматься ее светской жизнью продолжать вести такой же образ как и был до замужества и в этом они друг друга устраивали то есть несмотря на то что они поженились они могли каждые заводить романы на стороне это был такой достаточно интересный брак с точки зрения традиционной морали потому что они в принципе могли этого не делать но по описаниям тамары барон был безумно в нее влюблен и поэтому разрешал ей делать все что она хочет и и вот так же мы видим портрет миссис буш это был портрет который к ней приезжали даже писать из америки то есть ее слава дошла и до америки и заказывали работы как я говорил не только из соседних стран но даже и из из других континентов и вот кстати с этим портретом очень интересная история связана что спустя несколько лет после написания этого портрета чета буш развелись и и этот портрет пролежал в сейфовой ячейке до 2004 года до года смерти миссис буш ее наследники продали его на аукционе кристис и то есть печально что картина более 70 лет была неизвестна никому и это было такой находкой когда открыли сейф увидели этот портрет о котором естественно было написано в завещании и таким образом из частной коллекции картина попала в другую но приобрела славу достаточно интересный портрет смотрите на заднем фоне такие здания выполнены в виде американских небоскребов то есть как раз в период двадцатых годов начинают возводить небоскребы классическим примером арт-декошных небоскребов является здание краислер в нью-йорке еще несколько картин вам покажу одна из тоже знаковых и самых пожалуй одна из самых известных работ тамары это дама в перчатках тридцатого года здесь потрясающе разбита вся форма на геометрические детали и этот бантик сзади и локоны все буквально искрится мягким кубизмом тамары спящая девушка сам барон кюфнер про которого я вам говорила и конечно тамара не забывала никогда о себе она любила устраивать эпатажные фотосессии она продолжала одевать одеваться у дорогих модельеров заказывать шляпки различные аксессуары любила то есть эта женщина понимала что фигура художника она не менее значима чем его творчество и это стало наверное ключевым для уже конца двадцатого двадцать первого веков и тамара была предвосхитителем вот этой фигуры эпатажной личности которая может завоевать больше внимания даже чем ее картины но вернемся к ее произведениям очень известная также работа это мадмуазель пом рашу 33 года она выполнена в такой же кубистической манере потрясающий автопортрет тамары периода конца двадцатых тридцатых годов здесь видно глубокие голубые глаза у нее были голубые глаза здесь конечно этого не видно но видно ее глубокий точнее взгляд видно насколько она одухотворена насколько она утонченная насколько она знает себе цену и как я сказала это та женщина которая была одним из первых образцов self made woman то есть она сделала не только сама себя но еще и смогла продвинуть свое творчество при помощи своей личности а это портрет доктора в образе святого антония это такая своеобразная ирония тамара это был ее психотерапевт которого она изобразила в образе святого и со временем у тамары начинают появляться какие-то скажем не проблемы но возникает возникают мысли печальные она начинает обращаться к психотерапевту и в какой-то период она даже обращается к религии почему говорю даже потому что вспоминаем какой у нее был разгульный образ жизни в начале двадцатых начале тридцатых годов и вот концу тридцатых она и постепенно начинает наверное останавливать вот этот маховик своей бурной деятельности она начинает ездить вместе с кизетой по монастырям писать монахов настоятели отсюда кстати вот это желание даже психотерапевт врача написать в образе святого 32 год портрет мадам м портрет марджори де ферри тридцать второго года про этот портрет мы еще поговорим в дальнейшем когда я вам буду рассказывать об аукционных продажах и конечно говоря о творчестве тамари до олимпийской нельзя не сказать об обнаженной натуре которую она писала это были чувствительны эротичные образы она использовала очень интересные ракурсы которые в основном используют фотографы и это достаточно сложно написать фигуру в таком развороте но тамара знала хорошо и анатомию женского тела и мы помним что она училась и в академии художества и в академии мариса дэни и она прекрасно понимала женское тело потому что она сама была женщина и многие исследователи даже считают что тамара как никто другой сумела передать чувственность женского тела то есть ей это удавалось лучше гораздо лучше чем это писали мужчины и вот наступает конец тридцатых годов в европе начинается хаос тамара узнает о том что власти приходит гитлер о том что евреев начинают всячески уничтожать но тогда это еще были только первые звоночки и она говорит кюфнеру о том что им надо продать все и уезжать в америку интуиция ее не подвела здесь то есть эта женщина обладала колоссальным чутьем она берет мать дочь естественно они с бароном кюфнером продают то что могут что не могут они оставляют в европе и они переезжают в америку сначала они жили в калифорнии в беверли-хиллз а затем уже в сорок втором году они переедут в америку и перед вами интерьеры их нью-йоркской квартиры на 57 улице тоже мы видим что здесь частично что-то было от арт-деко но уже вкрадываются и какие-то нотки классики которые видно на нижней фотографии здесь тамара к сожалению не находит такого отклика в светских кругах как у нее был в париже опять же надо учитывать какое время уже не до светских каких-то вечеринок праздников люди уже совершенно увлечены другим их заботят другие проблемы и тамара постепенно начинает менять стиль своей живописи она переходит к натюрмортом к абстрактным натюрмортом и в основном начинает заниматься декорированием помещений то есть она в своем творчестве начинает новый виток но то что она не имеет такой славы как в париже и ее тяготит и она решается в 1942 году выйти на улицу обнаженной перемотаны только двумя лентами ее встречает афроамериканец и он только лишь посмотрел на нее моргнул и уехал это оскорбило тамару до такой степени что она писала в своем дневнике что хочется сдохнуть это ее цитата то есть говорю как есть и в это время она начинает вспоминать все их их это ее и художников 20-х годов выходки например она прекрасно описывает это уже было после в 40-е 50-е годы как в париже они с художниками и поэтами хотели поехать поджечь лувр в то время у тамары был маленький желтый рено они пошли из кафе в этот рено чтобы переехать к лувру и обнаруживают что ее рено украден и поэты как то маринетти тут же сочиняют стихотворение она пишет что это прекрасно что украли ее рено потому что они смогли создать произведение то есть у нее начинаются такие моменты ухода к прошлому она начинает все больше и больше вспоминать переделывать то что не нравилось в ее жизни кизетта в сорок первом году выходит замуж за техасского геолога и в это время у тамара как я уже сказала начинает развиваться такая депрессия но пока мы еще не завершаем с ее творчеством я хочу вам сейчас показать то как творчеству тамары обращаются уже наши с вами современники режиссеры клипмейкеры дизайнеры и например здесь вы видите снимок из сериала пуаро агата кристи или его просто по-другому называют пуаро это третий сезон четвертая серия тайна оторванной пряжки здесь мы видим портрет который выполнен казалось бы тамары де олимпийцко но на самом деле это был портрет конечно сделанный специально для сериала в нем использованы образы тадеуша олимпийцки вы помните мы о нем говорили и портрет миссис букар 1931 года в них конечно же изменили лица на лица актеров этого сериала но чтобы показать их статусность агата кристи писала о пуаро как раз в эпоху 20-30 годов здесь для статусности главных героев показали что их портрет был написан тамарой де олимпийцко в следующей серии это второй сезон пятая серия мы встречаем также портрет тамары де олимпийцко и понимаем что снова здесь изменен образ это доктор букарт образ на лицо героя главного героя сериала и опять же это сделано для чего чтобы показать и эпоху и показать статусность доктора что он был достаточно богатым что он имел возможность заказать свой портрет у знаковой художницы того времени и и одной из ярких поклонниц одной наверное самых значимых поклонниц творчества тамара олимпийцко является певица мадонна она говорит что ее коллекция состоит из нескольких десятков картин тамара олимпийцко и использует она эти образы в своих клипах как например вы сможете их потом посмотреть уже после нашего эфира я сейчас не буду показывать например open your heart восемьдесят седьмого года там проскальзывают такие картины как андромеда двадцать девятого года прекрасная рафаэлла мы ее с вами тоже смотрели портрет маркиза афилито и портрет маркиза соми все эти портреты где-то 1920-х годов также она использует картины олимпийцко в клипе вог здесь вот у меня тоже скрины экраны тут как раз мы видим танцовщицу нану де эрера которую барон кюфнер променял на тамару де олимпийцко также в этом клипе встречаются картины тамары женщина с гитарой двадцать девятого года и в клипе substitute for love девяносто восьмого года также здесь просматривается в одной из картин в коридоре это скрин тоже из клипа картина тамары де олимпийцко и в журнале архитекторал дайджест она пускал дизайнеров и фотографов в свой дом она показывает как в интерьере ее дома расположены эти картины вот мы видим столовую гостиную с роялем в которых как раз висят картины тамары которые она как раз и используют своих клипах и гостиная с видом на еще одну из ее картин также любительницей тамара де олимпийцко является актриса певица барбара стрейзанд она была также приглашена она также приглашала журнал архитекторал дайджест к себе в дом и здесь мы видим ее внутри ее дома на фоне картины адам и ева тоже потрясающая работа достаточно крупная и если вы вспомните о том что я говорила что тамара писала свои работы два-три дня в среднем то он понятно с какой страстью и воодушевлением она приступала к работам что такой достаточно большой формат и очень хорошая проработка детали ей удавались в столь короткий срок и вспоминаем о тех фотосессиях про которые я говорила здесь мы видим тамару еще период до 30-х годов она поправляет натурщицу и работа которую она создается ты натурщицы здесь она пишет опять же снизу другую картину причем что удивляло всех моделей что обычно как мы себе представляем художников художник это человек в забрызганном краской халате с грязными руками тамара же всегда приступала к живописи одеваясь во все новое чистое она всегда была готова после написания картины к любому светскому рауту она очень любила шляпки я думаю может быть вы обратили уже внимание на многих фотографиях видно ее в различных аксессуарах здесь мы видим наверху уже более поздние синимки она с бароном кюфнером путешествует по венеции и когда тамара вышла замуж за барона кюфнера она как раз и присоединила к своей фамилии вот эту частичку д и как ни странно она оставила фамилию первого мужа то есть она стала тамарой де олимпийска частичку д она считала присоединила к фамилии по праву потому что она баронесса и на более точнее на нижнем снимке мы видим более позднюю фотографию тамары де олимпийска она уже достаточно пожилая дама на выставке ее работ выставка состоялась в семьдесят втором году в этом году начинается оживление к эпохе арт-деко и открывается первая персональная выставка тамары и и мы видим что она здесь снова в неком эпатажном наряде с капюшоном это уже конечно не наряды двадцатых тридцатых сороковых годов она всегда одевалась по моде своего времени она как я говорила любила аксессуары здесь видно какие у нее крупные интересные сережки укладка по моде опять же времени то есть она очень следила за модой и сама была иконой стиля в своей мастерской уже в опять же в более поздний период тамара позирует для фотографа она опять же достаточно эпатажной моделью здесь выступает надевая на лицо вуаль прикрываясь черными перчатками и тканью драпировки и вот еще несколько более поздних фотографий снова шляпки снова аксессуары снова тамара около портрета ли тадеуша но спустя уже не одно десятилетие достаточно интересная женщина которая курила до последнего дня своей жизни которая оставалась капризной до последнего дня своей жизни но которая не переставала удивлять и родственников и знакомых и потом в дальнейшем и биографов в 1979 году она снова закручивает роман сейчас я немножко перелесну да извините что да не сохранился у меня слайд к сожалению она снова закручивает роман со скульптором виктором виктором контраресом с мексиканским скульптором и переезжает в семьдесят девятом году к нему в мексику он был вдвое моложе нее и это был достаточно интересный союз потому что у тамары появились снова силы жить она снова начала ощущать что она может все но тем не менее после года их романа виктор контрарес отправляет ее обратно к кизете к дочери говорит что она уже начинает впадать в детство ему с ней становится достаточно тяжело а вот автопортрет в зеленом бугатте это знаковая работа для тамары выполнены в 1925 году в том самом году когда ее заметил в анти фейр и она создавала этот автопортрет как иллюстрацию к обложке журнала и этот автопортрет считается иллюстрации в принципе арт-деко это время технологии время больших скоростей время женской эмансипации женщина за рулем да еще и машина бугатте да еще и с таким высокомерным достаточно взглядом смотрящая на зрителя то есть это работа еще и тот кадр как построена композиция все это вызывало восхищение все это вызывало бурю эмоций конечно никакого бугатте у тамары не было но что и мешало изобразить в себя в дорогом автомобиле то ничего все как говорят в наших головах все ограничения тамара себя не ограничивала ни во всем ни в чем и здесь мы видим уже более поздний кадр спустя 10 лет образ тамары копирует марлен дитрих фильме дьявол это женщина то есть фактически до 1 композиция фактически 1 постановка головы фактически марлен дитрих передает образ тамары но уже в кино и вот те путешествия которые тамара в детстве совершала со своей бабушкой как и говорила во флоренцию в уфице в венецию где она знакомилась с боттичелли тицианом тинторетто и коррэджи и так далее конечно все эти поездки сильно отложились в ее памяти и она переосмысливала творчество художников итальянского возрождения вот например справа представлена работа тамара лимпицкий и все исследователи в один голос говорят что конечно же это ее цитата если можно так сказать или авторское размышление о работе вермира девушка с жемчужиной серьгой слева мы видим картину тамары де олимпицка и вспоминаем итальянского скульптора лоренцо бернини видение святой терезы то есть она таким образом увидела скульптуру и передала переосмыслила уже в более поздних работах своего творчества и возвращаясь к той картине о которой я говорила это портрет марджори фэри 1932 года она в 2020 году была продана на аукционе кристис за 21 и 1 миллиона долларов это на данный момент является рекордом продаж для тамары де олимпицка это самая дорогая ее картина также я вам покажу еще несколько аукционных продаж это 19-й год 13 и 3 миллиона долларов розовая туника картина называется розовая туника а также на садбис 2018 год 9 миллионов долларов музицирующая девушка с гитарой а мы с вами видели эту картину в клипе у мадонны вспоминайте кристис 2009 год портрет мадам м за 5 миллионов 400 тысяч долларов и по результатам аукционных продаж видно что более пяти миллионов всего лишь у тамара 5 продаж от 1 до 5 миллионов 2 продажи ну и все остальные уже в диапазоне от пяти тысяч долларов до 500 тысяч долларов большее количество работ и общий оборот работ тамара олимпицкой ну вот у меня пока нашла данные за двадцатый год они около 18 миллионов долларов на арт рынке что в принципе достаточно хорошая сумма конечно в музеях работа тамара до олимпицкой не так много как хотелось бы ее очень многие исследователи считают все таки больше такой иконой арт-декона но больше светской дивы чем художницы и кто-то спорит о ее художественных талантах но говорить о том что она была уникальной говорить о том что ее творчество было удивительным и и явилось таким отражением своего времени в котором тамара жила то есть это не признать нельзя и тамара де олимпицка умерла в 1980 году 18 марта во сне то есть она ушла достаточно тихо при этом она оставила в завещании развеять ее прах над жерлом вулкана попу каты петль в мексике то есть даже уже уйдя из жизни она все равно срежиссировала то как она будет погребена и как останется в вечности что ее наследники сделали они развеяли ее прах над жерлом вулкана в кракове в варшаве установ польши прошу прощения в польше в варшаве установлен бюст амары де олимпицка здесь мы видим такую цитату автопортрет в зеленом бугатте баронесса с кисточкой прабабушка гламура гранди в эпохе джаза и королева арт-деко это все о тамаре де олимпицка и я думаю что посмотрев ее работу вы конечно можете сложить свое собственное мнение но отрицать то что удивительное чутье от амары к современности и к тому что будет модно на пике выделяет ее среди художников двадцатого века и конечно же она является таким самородком сделавшим себя самой и очень много ее работ в частных коллекциях ее очень любят как я сказала звезды шоу-бизнеса но ее биография это полностью срежиссированное ею кино и и тамара наверное нельзя не отметить то что тамара это человек сделавший себя сам человек срежиссировавший свою жизнь сам и человек который всю жизнь стремился к славе деньгам богатству к тому чтобы ее знали все к тому чтобы они говорили все и она это подтверждала своей жизнью своим творчеством и она была достаточно яркой фигурой своего времени я прошу вас писать вопросы если они у вас есть по нашему эфиру здесь в окошке комментариев либо вы можете задавать их мне уже в комментариях под записью эфира я буду ждать можете также писать мне на моей страничке еще раз хочу поблагодарить вас за то что вы сегодня были в прямом эфире вместе со мной за то что вы послушали историю этой удивительной женщины который восхищает спустя сто с лишним лет тем как она смогла взойти на пьедестал искусства и как она на нем удержалась как она прожила дни с даже последние дни своей жизни что это действительно тот человек который заслуживает уважения и который достоин того чтобы его знали жду ваши вопросы комментарии возможно у вас появились какие-то размышления по поводу творчества этого замечательного художника художницы благодарю вас за обратную связь спасибо большое я очень рада что вам понравилось жду вас на моей страничке спасибо вам за ваше внимание и до скорых встреч благодарю до свидания хорошего всем вечера спасибо